Первая церемония награждения в истории международного саммита во многом напоминала вручение Оскаров. До последнего момента никто не знал, кому достанется премия. За претендентов голосовали федерации состава Спорт-Аккорда. За звание спортивного города 2014 года боролись Сочи, Варшава, Рио-де-Жанейро и Глазго. И вот он торжественный момент. Спасибо большое. Неожиданно, очень приятно. Думаю, что авансом мы обязательно оправдаем. Спасибо. На церемонии выбрали и лучшего спортивного героя года, а также спортсмена и спортсменку года. Среди главных претенденток на премию, кстати, была и отечественная гимнастка Яна Кудрявцева. Ну а российским колоритом всех приглашенных обеспечили бурановские бабушки. Конвенция Спорт-Аккорд стала самой массовой в истории проведения международного спортивного саммита. По итогам саммита уже ясно, что сочинцы в ближайшее время смогут стать зрителями многих международных состязаний. Мы очень рады, что порядка ста международных федераций спорта сумели посетить эту международную конвенцию. Многие из них высказали предположение о том, что будут рассматривать Сочи как площадку для проведения тех или иных мероприятий. Мы открыты к этому диалогу. И для нас, прежде всего, как города-хозяина, который принимал столь уважаемое мероприятие, как Международная конвенция Спорт-Аккорд, это главное достижение. На саммите уже решили, что в 2019 году Сочи примет первые всемирные пляжные игры. К тому же поступили предложения провести на курорте соревнования по водно-моторным видам спорта – баскетболу и теннису. Особенно популярен курорт у Федерации по зимним видам спорта. Здесь будут проходить соревнования. Все, что связано с бобслеем, все, что связано с санями, все, что связано непосредственно с калькобежным спортом и шорт-треком, все, что будет связано с биатлоном, лыжными гонками – это все в планах этих международных федераций состоит уже давно. Россия принимала Спорт-Аккорд второй раз за три года. Ну а Сочи станет площадкой для Международной конвенции и в следующем году. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.